Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим на актуальную для нас тему. Тема, посвященная организации дистанционного обучения по иностранному языку. И поговорим мы сегодня с вами на примере МГОУ средняя школа номер 5 города Слободского. Это региональная инновационная площадка Института развития и образования Кировской области. Региональная инновационная площадка работает по программе «Технологии медиаобразования как средство реализации метапредметности в образовательной деятельности школы». Данная региональная инновационная площадка ранее работала как базовая инновационная площадка в 2019 году. Директор данной школы Комаровских Марина Валерьевна. И будучи базовой площадкой, школа провела немало семинаров. Семинаров-практикум для слушателей курса обещания квалификации учителей иностранного языка. Учителя представляли мастер-классы, открытые уроки, делились опытом своей работы. При подведении итогов слушатели курсов отметили высокий уровень методической подготовки учителей данной школы и рекомендовали к применению данного опыта в других образовательных организациях. Данная региональная инновационная площадка, будучи базовой инновационной площадкой, как только стали региональной инновационной площадкой, принимала и принимает активное участие во всех мероприятиях региональных инновационных площадок института. Например, коллектив школы во главе с директором принимали участие в фестивале инновационных проектов, в областном фестивале iMedia, в областном фестивале электронные средства обучения в практике работы современного педагога и других мероприятиях. Еще раз повторюсь, что школа стала инновационной площадкой в этом году. В феврале-марте были проведены институтом курсы повышения квалификации на базе данной образовательной организации. Курсы проходили по теме «Медиаобразование как ресурс развития метапредметной компетентности, обучающихся в условиях реализации ПГУ». После проведения курсовой подготовки учителя данной школы под руководством ЗАБУЧа Чикишева Ирина Геннадьевна, которая сегодня представит опыт работы данной школы, разделились на творческие группы и сейчас продолжают работать над теми проблемами, которые обозначила каждая творческая группа, особенно в условиях дистанционного обучения. И сегодня перед вами выступят и поделятся опытом, как я говорила, Ирина Геннадьевна Чикишева, это заместитель директора МВОУСОЖ номер 5 города Слободского. Она расскажет вам об организации дистанционного обучения данной образовательной организации. Затем выступят учителя немецкого языка. Это Анфилатова Ирина Николаевна, учитель немецкого языка, которая расскажет об особенностях дистанционного обучения в начальной школе по немецкому языку. Затем выступит Донских Ирина Валентиновна, учитель немецкого языка, которая продолжит выступление Ирины Николаевны и расскажет о дистанционном обучении на средней и старшей ступени обучения. Итак, коллеги, я передаю слово Ирине Геннадьевне. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Современная ситуация выдвинула перед образованием новые задачи, которые пришлось решать всем образовательным организациям. 20 марта Министерство просвещения Российской Федерации разработало и направило в регионы методические рекомендации по организации программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Методические рекомендации описывают примерные модели реализации образовательных программ в дистанционном формате. И перед нашей школой, так же, как и перед другими образовательными организациями, была поставлена задача организации дистанционного обучения. Администрацией и техническим специалистам нашей школы была проведена подготовительная работа. Был осуществлен мониторинг технических возможностей обучающихся и педагогов школы. Анализ моделей и возможностей различных образовательных ресурсов для организации дистанционного обучения. И в итоге была разработана единая линия, единая политика организации дистанционного обучения. Итак, базовой платформой является наш сайт. На официальном сайте есть вкладка «Дистанционное обучение». Пройдя по этой вкладке, мы переходим на вспомогательный сайт, который так и назван «Дистанционное обучение. Боу. Средняя школа номер 5». На этот сайт еженедельно, согласно расписанию, выкладываются задания по всем классам и всем предметам. С указанием в сроках выполнения, а также формой обратной связи. Кроме этого, для организации онлайн-обучения мы выбрали программу BigBlueBatter. Это бесплатная, свободно распространяемая программа. Ее основное отличие в том, что она устанавливается на свой или арендуемый сервер. Мощность сервера и арендная оплата зависит от количества пользователей. У нас это 300 подключений одновременно. Большая голубая кнопка, так ее называют, исходит из-за идеи, что весь процесс управления должен был достаточно прост. Прост, как нажатие на кнопку. Поэтому программа BigBlueBatter очень проста в управлении и имеет весь необходимый функционал для ведения онлайн-лекций, онлайн-уроков. Программа разрабатывалась специально для образовательных целей. Она подходит для всех устройств, в том числе и мобильных, что для нас оказалось очень актуальным. До начала работы в данной программе в нашей школе была проведена большая подготовительная работа. Во-первых, естественно, все педагоги школы прошли обучение. Обучение осуществляли технические специалисты по микрогруппам. Был проведен методический семинар, где учителя услышали о рекомендациях при проведении онлайн-урока, об алгоритме разработки онлайн-урока, о приемах, которые позволяют удерживать внимание учеников при проведении таких уроков, о том, как реагировать на технические неполадки, как действовать в непредвиденных ситуациях, таких как, например, нарушение дисциплины во время онлайн-урока. Были разработаны памятки для учеников и родителей по пользованию программой. Эти памятки размещены на сайте дистанционного обучения. Ну и, естественно, была проведена большая техническая работа. Итак, техническим специалистам школы для каждого класса была создана вебинарная комната. За этой вебинарной комнатой были закреплены учителя, учителя-предметники, то есть те учителя, которые работают в данном классе. Возможности программы позволяют создавать неограниченное количество комнат. Педагог, зарегистрировавшись на сайте, получив одобрение администратора, попадает в личную комнату, где у него находятся вебинарные комнаты каждого класса. Вот так, как как раз представлено на слайде. Педагог заходит в класс в определенный, ну вот, например, в шестой бы, нажимает кнопочку «Старт», таким образом начинается трансляция урока. Ученики же или родители, войдя на сайт дистанционного обучения, переходят на свой класс. Предположим, возьмем 5-й Б, 5-й Б класс. Зайдя по этой вкладке, они видят вход в классную комнату, а также расписание онлайн уроков. Ученик входит под своим именем, может подключить веб-камеру, микрофон, или же, если нет таких технических возможностей, может войти в режиме аудио. То есть он может видеть педагога, слышать педагога, но общаться только в чате. Программа позволяет общаться в чате как публичном, так и приватном. То есть ученик может пообщаться напрямую с учителем. При этом каждый педагог в каждом классе наделен правами модератор. Он может контролировать учеников, отключить им камеры, микрофоны, если это необходимо, либо же наоборот, включить и предоставить слово конкретному ученику. Экран и учитель, и ребенок видят в одинаковом формате. То есть в чем главное отличие? Отличие только лишь в том, что учитель имеет функции управления. Какие же возможности предоставляет данная программа? Какие вообще возможности есть у данной программы? Итак, ну, как вы уже поняли, во-первых, это, естественно, мы можем вести занятия либо просто через веб-камеру, либо подготовить, загрузить презентацию в формате PowerPoint, что удобно очень для учителей всех специальностей. Можно использовать текстовые форматы, но все-таки удобнее их сохранять для программы, комфортнее, удобнее сохранять их в формате PDF. Данный формат текстовый очень удобен для учителей математики и физики из-за их специфики. Учитель видит всех учеников, которые вошли в класс. Вот здесь вот. Видит общение в публичном чате, вопросы, просьбы учеников. На транслируемых документах можно демонстрировать в режиме лазерной указки. Вот она вот так для учеников. Либо можно выбрать карандаш и то, что необходимо, например, подчеркнуть или увеличить. Также, если учитель создал, предположим, какой-то чистый слайд, то он может прямо в режиме демонстрации, взяв карандаш, написать то, что ему необходимо для урока, а затем попросить либо конкретного ученика дописать и сделать, выполнить задание, либо даже организовать маленькое, например, соревнование, когда открыть доступ для всех учеников, и, к большому счету, кто первым успел, тот задание им выполнил. Данная программа также позволяет подгружать видео с внешних ресурсов, включать демонстрацию экрана компьютера учителя. Кроме этого, есть очень удобная функция, которая позволяет организовать групповую работу. Учитель может либо случайным образом, нажав вот на эту вкладку, либо сам распределить учащихся по комнатам, ограничить продолжительность времени при работе в группе, и затем программа их вернет по истечении времени автоматически обратно в режим совместной работы. При проведении урока также удобно использовать такую функцию, как голосование, при ответе на какой-либо вопрос, либо в качестве рефлексии. На слайде должны быть отражены варианты для ответов учеников. Учитель выбирает определенный расклад, то есть либо, например, да или нет ответить должен ученик, либо это какая-то тестовая форма, несколько вариантов ответов. Ученики отвечают, и затем это демонстрируется на слайде. То есть здесь прямо в программе учитель видит, кто как ответил, кто как ответил, и какие, кто какие ответы, кто какие ошибки допустил. В нашей школе данной программой очень активно пользовалось большинство учителей иностранного языка, то есть здесь 100% все учителя иностранного языка, учителя филологии, математики, учителя естественного цикла, ну и учителя-историки. Также на этой платформе работают все классные руководители, потому что очень удобно, да, единый вход в классную комнату, не нужно никуда переходить, а также проводятся и родительские собрания. Дальше мои коллеги, учителя иностранного языка, поделятся уже своим опытом работы в режиме дистанционного обучения. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Амфилатова Ирина Николаевна, я учитель немецкого языка средней школы номер 5, города Слободского. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о своем опыте работы в дистанционном формате, а именно об особенностях уроков, онлайн-уроков в начальной школе и о принципах работы с учениками начальных классов, которыми я руководствовалась во время проведения онлайн-уроков с 13 апреля по 22 мая 2020 года. Ну, сейчас немножко вспомним теорию, что такое принципы обучения. Под принципами обучения понимаются исходные положения, которые определяют цели, содержание, технологию обучения и проявляются во взаимосвязи и взаимобусловленности. Принципы, призванные определять стратегию и тактику обучения иностранному языку. Учитель должен знать их и практически ими пользоваться. В основе обучения любому предмету в школе лежат дидактические принципы, впервые сформулированные великим чешским педагогом Яном Моссом-Каменским в книге «Великая дидактика». Это такие принципы, как научность, доступность и пассивность, наглядность в обучении, и индивидуальный подход к обучающимся в условиях коллективной работы с классом. Что касается специфических принципов обучения иностранному языку в начальной школе, то это такие принципы, как во главе всего стоит принцип коммуникативной направленности обязательно на уроках иностранного языка, принцип дифференциации и интеграции обучения, принцип учета родного языка, принцип наглядности, принцип доступности и пассивности, принцип развивающего обучения, принцип сознательности, принцип прочности, ну и, конечно же, принцип активности учащихся. При проведении первых же онлайн-уроков я столкнулась с некоторыми трудностями. Основные из них, на мой взгляд, такие. Но первая проблема то, что не все ученики имели возможность включать камеры и общаться по микрофону. Некоторые могли только слушать и печатать в чате. У младших школьников скорость набора текста на телефоне или компьютере очень мала, и печатать на немецком языке для них еще очень проблематично. Из-за этой проблемы вытекала необходимость для меня подбирать и составлять упражнения так, чтобы можно было проконтролировать участие в работе каждого ученика. И вторая проблема немаловажная, то, что при дистанционном обучении учитель находится не рядом, учитель находится далеко. И поэтому нужно было постоянно привлекать внимание обучающихся с помощью наглядности и вовлечения в работу каждого ученика. Нельзя было терять активность учеников. Исходя из этих проблем, я бы назвала основными принципами обучения немецкому языку именно на онлайн уроках, такие как принцип коммуникативной направленности, принцип наглядности, принцип доступности и бассивности, и принцип активности учащихся. Именно эти принципы легли в основу подбора и самостоятельной разработки упражнений для отдельных этапов урока в начальной школе по разным темам. Для каждого урока мною были составлены презентации с наглядностью, с отраженными на слайдах упражнениями, также с добавленными аудиофайлами. Перед тем, как я приведу примеры некоторых упражнений, которые я использовала на онлайн уроках, мне хотелось бы познакомить вас с учебно-методическим комплексом по немецкому языку, с которым я работаю в четвертом классе, и возможностями платформы, на которой проводились онлайн уроки. Итак, вот здесь вы видите учебно-методический комплекс по немецкому языку для четвертого класса. Авторы БИМ Инесса Львовна и Рыжова Ленила Ивановна. Издательство «Просвещение». Данные ОМК соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования и разработан на основе примерной программы по немецкому языку. Данный ОМК включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. В состав данного ОМК входит учебник в двух частях и рабочая тетрадь в двух частях с электронным приложением «Учебник». Также контрольные задания и книги для учителя. Ну и, конечно же, аудио к учебнику и к рабочей тетради. Теперь коротко расскажу о подготовке к уроку, проводимом на платформе BigBlockButton, о которой нам ранее рассказала Ирина Геннадьевна. После того, как в личном кабинете учителя осуществлялся вход в классную комнату, появлялось вот такое окно. Нужно было включить микрофон, камеру вот здесь внизу, вы видите, в красной рамочке. Выделено. На каждый урок готовилась презентация PowerPoint. Необходимо было ее загрузить. Также у меня здесь выделено красным, видите, загрузить презентацию. Нужно было ее перед загрузкой преобразовать в формат PDF. Таким образом, она быстро загружалась и не было никаких проблем с дальнейшей работой с презентацией. Перед загрузкой нужно было разрешить дальнейшее скачивание презентации учениками. Загрузка занимала от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от размера презентации. После этих действий у учеников на экране появлялся учитель и, собственно, презентация. Как изображение с камеры, так и презентацию можно было увеличить на полный экран. Можно было, наоборот, сворачивать, когда это было нужно. Ученики по желанию включали свои камеры или тогда, когда просила их сделать это я. Например, во время проведения физкульт-минутки или гимнастики, да, в серединке урока в начальной школе, после 15 минут с начала урока. Презентацию, которая использовалась на уроке, ученики могли скачать себе, нажав на стрелочку в левом нижнем углу. Ранее я говорила о том, что нужно было нажать на возможность скачивания презентации учениками. Для чего это делалось? Для того, чтобы в дальнейшем повторить или закрепить материал, выданный на уроке. Очень активно многие ученики пользовались данной функцией скачать презентацию с урока. Акцентировать внимание учеников помогали различные инструменты платформы. Чаще всего я использовала рамочки, выделяя их цветом. Вот здесь я вам выделила, где мы находили данные инструменты. Можно было различные геометрические фигуры выбрать, текст вводить, цвет. Также вы здесь видите, я выбрала красный. Можно было разные цвета выбирать. Часто для тренировки грамматического и лексического материала я использовала тексты или предложения с пропусками. После прослушивания ответов детей я писала правильный ответ в пропуск, используя еще один инструмент платформы, карандашик. Иногда доверяла детям писать. Также они выбирали вот здесь карандаш и вводили свой текст, который я могла потом исправлять. То есть похожий на работу с доской на традиционных уроках. Цвет карандашика, цвет вот этого текста также можно выбирать. Видите, здесь справа. Также мне очень понравилась такая функция этой платформы, как проведение онлайн-голосования. Возможность проводить онлайн-опрос помогала удерживать внимание детей, поддерживать их активность и экономить время на уроке. То есть дети выбирали правильный ответ одновременно. Им не приходилось по очереди включать микрофон или печатать медленно в чате. Ответ каждого ребенка появлялся сразу на экране учителя. Пример такого опроса приведу далее, когда буду показывать упражнения с различных уроков. Уважаемые коллеги, дальше я познакомлю вас с некоторыми упражнениями, которые я использовала на онлайн-руках немецкого языка в четвертом классе. Ну, например, тема «Животные» в четвертом классе. На этапе цели полагания подбирались мною яркие картинки, которые помогали ученикам активно включаться в работу на уроке, высказывать в микрофон или печатать в чате предположения, о чем же мы будем говорить сегодня на уроке. Вот вы видите первую картинку. Ничего я им не озвучивала, кроме вопроса «Как вы думаете, о чем мы поговорим?» «We might hear. Wo von ist heute der Rede?» «Как вы думаете, о чем пойдет речь?» Ну, были предположения. В основном, конечно, ребята предполагали, что мы будем сегодня изучать тему животных, название животных. На этапе актуализации лексики часто мною были использованы различные рифмовки, которые озвучивала либо я сама, либо включала аудиозапись. Ну, здесь видим рифмовочку, опять же, по теме животных. «Ин денцо геен вир, филе тига лебен хир, тига, лёвен, бэрен, аффен, шланген, фюксе, пункт «бэгафен». После прочтения мною рифмовки или озвучивания аудио доверяла одному или двум ученикам также вслух прочитать данную рифмовку. Ученикам это очень нравилось. На этапе введения новых лексических единиц также использовалась яркая наглядность картинки с подписями. Картинок, конечно, было гораздо больше. Здесь я привела только две из них. Название животных по-немецки. Здесь мы изучали не определенный артикль. Не «дер дидас», а «айн» или «айне». Ну и также ребятам было интересно узнавать названия животных, те названия, которые похожи на названия животных в русском языке. Вот мы здесь видим «айн цебра», «айн тигр». То есть, оказывается, есть такие слова, которые почти как в русском языке. Такие слова запоминались сразу же. На этапе применения новых лексических единиц для решения коммуникативной задачи урока также применялась наглядность яркая. Вот если вы видите здесь на картинке «жираф», мы с учениками отрабатывали как новую лексику по теме «животные» названия животных, так и грамматический материал отрицания существительных. «Das ist ein Wolf», это «волк». «Nein», «das ist kein Wolf». «Нет, это не волк». «Das ist ein Gehafe». Это «жираф». То есть, учились с ребятами строить отрицание, отрицали неверные утверждения по картинке, и затем строили правильный ответ, опять же, с определенным артиклем, озвученным ранее. К концу урока дети уже знали названия животных, они были записаны у них в словарик, и мы снова прорабатывали ранее изученную рифмовку и вставляли вместо картинок слова названия животных на этапе применения новых лексических единиц. Также в дистанционном формате мы с учениками прошли тему «Wir malen einenhampelmann». Мы рисуем клоуна. И вот на этапе отработки новых лексических единиц активно использовалось мое упражнение «Was fehlt?», «Чего не хватает?». «Sein sie bitte, die bitte». Посмотрите, пожалуйста, на картинке. «Das erste Bild». Первая картинка. «Was fehlt?», «Чего не хватает?». «Я, die augen», «Конечно, глаза». «Das zweite Bild». Вторая картиночка. «Was fehlt?», «Was fehlt hier?», «Я, die haare?». «Конечно, волос не хватает». Детям очень нравилось, наперебой включали микрофоны, проговаривали новую лексику, кто быстрее. «Das dritte Bild». Третья картинка. «Was fehlt?», «Я, hier fehlt der Mund». Здесь отсутствует рот. Конечно, картинок было намного больше, так как у нас было порядка 10 новых лексических единиц по теме «лицо». Идем дальше. Также на этапе отработки лексики по теме «лицо» – это же тема, да, мы рисуем клоуна. Мною был записан аудиофайл с текстом, где клоун описывал свою внешность. И самой составлено упражнение, где ученики должны были выбрать правильный вариант ответа, правильный вариант окончания предложения. Вот здесь на слайде видим начало предложений и три предложенных варианта ответа. Таким образом, ученики были вовлечены в работу, понимали, что просто отсидеться и отмолчаться до конца урока у них не получится, а я контролировала их ответы, но не говорила, правильные или нет сразу, чтобы они не повторяли ответы других учеников и не боялись отвечать, не боялись неправильного ответа. Сейчас для примера можете смотреть на данные предложения и варианты ответа, а я включу аудиофайл. На минутку припретимся в учеников четвертого класса. Итак, вы прослушали короткий аудиофайл. Далее видите шесть предложений, где нужно подобрать правильные окончания. Как вы видите, в каждом из началпредложений присутствует новая лексическая единица. Также здесь тренировалось еще и составление предложения. То есть мы выходили с ребятами на домашнее задание описания собственной внешности. Как раз здесь кругом видим местоимение и, конечно же, не забываем про построение предложения, про порядок слов и про необходимость постановки глагола-связки ист или зинт. На примере такого упражнения мы с ребятами повторили сразу много грамматических и лексических конструкций. Ну и я не просто так не говорила детям, правильно они ответили или нет, так как далее я предлагала детям самоконтроль. То есть это же самое, только с выделенными правильными ответами. Итак, также очень активно дети участвовали в онлайн-опросе, о котором я уже упоминала выше. Приведу пример упражнения из учебника. Данное упражнение было на уроке повторения по теме der Frühling – весна und Frühlingsfest – весенние праздники. И вот здесь задание. Viele Kinder helfen den Eltern bei den Vorbereiten zu einem Fest. Многие дети помогают родителям во время подготовки к празднику. Даны пять предложений в предложениях пропуски. В эти пропуски ученикам было предложено вставить следующие слова. Перевод этих слов не говорила детям, то есть должны были сами вспомнить. Итак, задание. «Вас паст», что подходит. Упражнения у учеников в учебнике. Варианты ответов на экране. И вот здесь как раз я использовала возможность платформы как онлайн-голосование. Помните, что здесь слева, вот где плюсик, можно было начать голосование. Я нажимала на эту кнопку. И так как не были в вариантах голосования именно цифры от одного до пяти, то я их выстраивала сама. То есть предлагала ребятам выбирать от одного до пяти для каждого предложения. И посмотрите, у меня стрелочка красная ей выделена. То, как в режиме реального времени очень быстро появлялись ответы на вопросы. Преимущество такого упражнения – это, конечно же, экономия времени, это контроль учеников, ну и повышение их мотивации и активности на онлайн-уроке. Теперь хочется отдельно подойти к контролю и оценке работ обучающихся, так как я считаю, что своевременный контроль и правильная оценка работ – это поддержание и их мотивации, и их активности, что немаловажно. Итак, посмотрите, здесь у меня фотография из рабочей тетради ученика четвертого класса. Что я делала для того, чтобы проверить работу? По шагу вы здесь видите, так скажем, мою инструкцию. Первое, что нужно было сделать, ну это, конечно же, получить эту работу, да, в электронном письме, по электронной почте. Далее скачать и сохранить файл, в данном случае фотографию, на компьютер. Открыть фотографию в программе Paint, выбрать на панели инструментов в Paint кисти, далее маркер, выбрать в цветах красный цвет, ну, конечно, красный цвет, любимый цвет учителя, исправлять ошибки этим красным цветом. Если нужно было написать комментарий к ошибке или ко всей работе, нужно на панели инструментов в Paint выбрать слово «текст». Если нет слова «текст», то есть буква «А». Затем в рамочке «Печатать текст комментария». Текст печатается так же и редактируется так же, как в Word. Итак, все то, что я вам рассказала пошагово, здесь у меня представлено на слайде. Цвет, маркер, кисть и вот, собственно, мое исправление. Итак, уважаемые коллеги, я сегодня рассказала вам о своем опыте работы в дистанционном формате в начальной школе и, надеюсь, вы найдете в моем выступлении что-то полезное для себя и своей работы. Спасибо за внимание. Сейчас я передаю слово моей коллеге. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Донских Ирина Валентиновна. Я учитель немецкого языка, школа номер 5, города Слободского. Мое выступление – это практикум по использованию образовательной платформы BigBlueButton на онлайн-уроках немецкого языка на средней и старшей ступени обучения. Я работаю в классах с 5 по 10 и использую учебно-методический комплекс издательства «Просвещение» автор Инесса Львовна-Бим. Если вы помните программу, то последней заключительной темой в пятом классе является следующая тема. Наши немецкие подруги и друзья готовят свой прощальный праздник. Сегодня я приведу два примера по пятому классу и по десятому, как я строила свои уроки. Так, для начала я заходила в свою личную комнату, где тех специалист раздал все 15 классов, в которых я работаю. Например, захожу в пятый А-класс, где данная программа и моя личная комната, где начинаю я урок. Сначала загружаю презентацию, затем приглашаю всех детей на урок и дублирую свое приветствие через чат и через микрофон. Ученики находятся дома, подключают свои камеры, если у кого-то есть техническая поддержка в виде камер и микрофонов. Если нет, то все проходит через чат. Пригласив учеников и поприветствовав их лично через микрофон и через чат, я начинаю таким образом урок. Сначала мы повторяем лексику прошлого урока. Я читаю слова вслух, а ученики проговаривают слова за мной, сидя дома. Махпите дивертер хефте ауф, вир вида рахолен дивертер. Ну, богинам вир ди мунд гюмнастик. Затем я даю новую ситуацию по актуализации темы и приглашаю их поработать. Кирюш, у меня почему-то соскочила презентация. Это 10 класс. Ага, точно. На 15-е ушло. Вернуться назад. Вы режешь там, да? Да. Итак, предлагаю поработать с новой ситуацией. Для актуализации лексики я предлагаю познакомиться с новой ситуацией. Итак, родители, некоторых детей из класса Габи готовятся к празднику. И сегодня прощальный праздник. Кто же что делает при подготовке к данному празднику? Махан сибите дизеце комплект. Тасист дэр люкантекст. Перед нами текст с пропусками, где учащийся вставляет пропущенные слова по теме. Ну, zum Beispiel. Gabi's Mutter beckt ein. И если у детей есть микрофон, то они говорят в микрофон, что же печет мама у Габи. А если нет, то они в чате пишут, что может мама испечь. Здесь предполагается правильный ответ. Ein kuchen. Так как у нас с детьми идет актуализация этой лексики, то, естественно, во-первых, они печатают этот текст, слова правильно в пропуске, либо, значит, они проговаривают эти слова за мной. Der Vater von Markus fährt zum, zum, supermarkt, und bringt Coca-Cola, limonade und ice. Er bringt auch. Что же он еще принесет из магазина? Zum Beispiel. Käse, wurst, brot, butter. То есть в данном случае мы повторяем и продукты, которые здесь у нас в этой теме вводятся и закрепляются. Продолжение ситуации идет следующим образом. Es ist nachmittag. In der Aula stehen schon viele große Tische mit Stühlen. Gabi den ersten Tisch. Gabi deckt den ersten Tisch. Sie bringt aus der Küche Teller. И здесь у нас вводятся слова по теме посуда. Все, что у нас есть по теме посуда, дальше учащиеся прописывают самостоятельно. Easy, hilft, ir. Затем на уроке, я, так как это пятый класс, делю детей на пары. Сама делю детей на пары согласно, значит, во-первых, силе учащихся и предлагаю выбрать каждой паре одной из ситуаций. Одной из форм диалога. Die Kinder gehen in die Geschäfte. Итак, отправляемся мы с детьми в разные магазины. Die erste Gruppe ist im Lebensmittelgeschäft. Und die zweite Gruppe ist im Geschirrgeschäft. Das Wort Geschirr ist unbekannt. Слово посуда не знакомо для учащихся, поэтому я объясняю им, что Geschirr – das ist посуда. Итак, мы отправляемся в два магазина. В каких? Это продовольственный магазин, так как мы на этом уроке с ними знакомились с лексикой, связанной с продуктами. И вторая тема – мы отправляемся в магазин посуды, так как у нас в этом уроке вводится лексика вилки, ножи, ложки и так далее. Выбрав каждую пару учащимся, предлагается следующее. Используя шесть фраз, шесть предложений, которые перепутаны, они должны будут в соответствии со своей ситуацией выбрать и построить правильно диалог. То есть перед нами фразы для диалога. Нужно выбрать фразы для диалога в магазине продуктов и в магазине посуды. Я даю определенное количество времени. Каждая пара работает самостоятельно. Они пишут себе в чате. Я могу это скрыть, посмотреть. Проходит 3-4 минуты. И затем, прочитав все эти фразы, все эти фразы, обратите внимание, что в данном диалоге мы еще и повторяем числительные, на экран выводится правильный код ответа, так как это будет связано с домашним заданием. И данную презентацию учащиеся могут скачать, выучить данные реплики и фразы, изменив их. А правильный вариант ответа остается у них перед глазами. Следующее, с чем бы я хотела сегодня познакомить уважаемых слушателей курсов, с тем, как провожу я работу в старших классах, а именно в 10 классе. Если вы помните, то последняя заключительная тема в 10 классе это тема музыки. И чтобы привести к актуализации данной темы, я предлагаю учащимся в начале урока пройти по данной ссылке. Используя данную ссылку, они включают каждый у себя дома эту ссылочку, проходят по этой ссылочке, и они слышат песню известной немецкой группы «Рамштайн». После того, как они эту песню прослушали, с моего голоса я читаю текст об этой группе. Читая текст, я вывожу на экран предложения, которые звучат в моем тексте «Бен Дензи Бите Дизетце». Закончите предложение. Итак, перед нами 6 предложений, которые кратко характеризуют немецкую рок-группу «Рамштайн». Учащиеся читают эти предложения и заполняют пропуски. Затем мы эти предложения прочитываем индивидуально. Я называю ученика из группы обучения. Ученик либо читает, либо прописывает окончание предложения. еще не менее интересная работа, когда уже мои коллеги знакомили, что я могу создать комнату для групповой работы. Предлагаю переключиться и создаю данную комнату. В 10 классе у меня 14 учеников. Я делю их на 3 группы. Затем ставлю ограниченное количество времени. В данном случае я поставила 5 минут. И программа сама делит класс на группы. Начинается групповая работа. Перед нами вопросы, которые они обсуждают в группах. Можно привести пример, как, допустим, один репортер и задает вопросы к своим одногруппникам по теме «Рамштайн». На слайде даны опорные вопросы для обсуждения творчества группы. И затем я слушаю индивидуально каждую группу. На этом я заканчиваю урок, объясняя домашнее задание, как нужно поработать со ссылкой в презентации, а затем, так как в этой ссылочке дана песня группы «Рамштайн» со словами, домашнее задание будет связано с переводом данной песни. Что хочется сказать по образовательной программе Big Blue Button. Данная программа дает возможность проводить онлайн-уроки, используя как парную, так и групповую работу. Загружать можно свою презентацию или работать со ссылкой. Учащиеся могут скачать материал урока, распечатать его и использовать для приготовления домашнего задания. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, подведем итог нашей сегодня с вами встречи. Еще раз напоминаю, что сегодня с вами работала МГУ средняя школа номер 5 города Слободского. Это региональная инновационная площадка Института развития образования Кировской области, работающая по проблеме применения технологий медиаобразования, директор школы, как я вам говорила в самом начале Комаровских Марина Вальерет. Еще раз напомню, что своим опытом поделились сегодня с нами Чикишева Ирина Геннадьевна, это заместитель директора, и два учителя немецкого языка, Анфилатова Ирина Николаевна и Донских Ирина Валентиновна. А сейчас, коллеги, я обращаюсь к вам, слушатели курсов повышения квалификации, учителей иностранного языка по программе совершенствования профессиональной компетентности учителей иностранного языка в условиях реализации ПГУС. Вы прослушали нашу лекцию и вам домашнее задание. Можете здесь в комментариях к видео написать. У кого не получится, пришлете по электронной почте, дальнейшие все указания я вам вышлю по электронной почте, и вы нам отрефлексируете данную лекцию, описав, что нового в данной лекции для себя сегодня вы увидели. Одно дело, это мы считаем, что мы вам показали все новое, потому что для нас, для самих этот опыт новый, и я считаю, что сегодня учителя показали вам очень качественно, показали свой опыт, но вдруг кто-то из вас также использует данную платформу, и решит поделиться какими-то своими находками, и было бы хорошо, если бы вы учителя иностранного языка объединились и поделились, оставили друг другу контакты, вот сегодня, например, выступили два учителя немецкого языка, среди вас слушатели курсов по общению квалификации, также есть учителя немецкого языка, и вдруг вы заинтересовались данной платформой, у вас возникают вопросы, то всегда пожалуйста, учителя данной региональной инновационной поэтому, коллеги, еще раз повторяем мой вопрос, ваше домашнее задание после просмотра видео написать нам, насколько полезной и актуальной была для вас данная информация, и второй вопрос, какие вы используете ресурсы при организации дистанционного обучения по иностранному языку, ну а сейчас, коллеги, мы с вами прощаемся, мы надеемся, что информация для вас была полезной, до свидания. До свидания.